Всем привет! С вами Шима, рада видеть вас на своем канале. Мы тут Зо с Золиком. Золик хулиганит. Сейчас пойдем с ней гулять. Но в этом влоге покажу кучу всяких посылок. Бигуди, которыми вот эта вся красота сделана. Для волос средства. Разные платьишки Зои. Всякие средства для волос мне. Автозагар я купила. Видно, да, по моей тональности. Вот, кстати, на руке сейчас можете видеть абсолютно натуральный тон. Я уже этой фирмой давно пользовалась. Ну, все про спаковки расскажу. На лице он немножко... Он такой же, как тело по цвету. Но как-то менее естественно смотрится. То есть на теле вообще невозможно определить, что это автозагар. На лице, может быть, тоже я не привыкла к темному лицу. Цвет нормальный, он не оранжевый. Камера немножко его ярче, оранжевее делает. Плюс у меня такие красно-кирпичные тени сейчас. Золька, красота, мамина. Мамина красота. Зои, как делает собачка? Гав-гав? Гав-гав. Гав-гав. Пришла посылка с моими бегуди, о которых я говорила. Это баррел. Типа как на большой крупный локон должен быть. Сейчас посмотрим. То, что я смотрела на YouTube, конечно, впечатляюще. На Amazon отзывы такие, на четверочку. Называются они Curl Formers, то есть формирующие кудрю в завиток. У них есть еще Wave Formers, то есть такие для волн. Сначала нанизываете бегуди на крючок, берете небольшую прядку, закручиваете ее у корня, продеваете вот этот крючок. На нее сразу же вот эта, то есть вот прядка здесь продета. Вот так двигаете к корню волос. И все, и тянете вниз этот крючок, и у вас остается прядка внутри. Очень просто, легко, безболезненно, абсолютно. Это у меня лампа торшер, которая идет к нам наверх. Я хотела какую-то классическую с большим абажуром, но потом поняла, что это перекроет наше красивое окно. И надо самый минимальный вариант брать. Вот она лампа такая, простая. А что мне очень понравилось, что у нее не в центре палка, а она вот здесь будет прям вдоль стены идти. Потому что мне не нравится, когда в центре торшера, мы будем на нее заходить в комнату и смотреть сбоку. Это будет очень некрасиво. Что мне не нравится, то что провод не внутри вот этого основы, а снаружи будет черный, почти не к силу, не к городу. Также мне нравится, что вот здесь ободок такой стальной тип хромированный, вот эта рама. И что место, где втыкается сам вот этот стержень, тоже хромированный. Что ее можно наклонять. То есть это функция настольной лампы у нее будет. И здесь можно наклонять, и здесь выпрямлять наклонять. Кстати, была очень недорогая, в районе 40 фунтов. Хотя я смотрела около 200, и нашла это, и думаю, вот то, что нам надо. Собирала лампу, пришла еще посылочка. Тут у меня всякие крепежи. А, вот эти я взяла на стену, я на них хочу палитры повесить. Мои большие палитры в зале будут висеть. Всяких куча липучек, это для холстов. У них, кстати, появились у команд 3М. Каждый влог у меня спрашивают, каждый влог, говорю, 3М команд. На Amazon они везде есть. Вот они, прям для холстов специально. Вот для больших холстов. Это мне крючок нужен. Надеюсь, я тут, кстати, заказала повесить картину. Рисунок Кирюхи в комнату у него стоит уже полгода. Применение к рючкам нашлось. Вернее, я их специально для этого заказала. Во-первых, так удобно хоронить палитру. Во-вторых, одна старая, одна новая. Конечно, так не видно в жизни, совсем по-другому смотрится. Все надо уносить. У нас будет генеральная уборка на неделе. Наконец-то к нам придут гости, родственники. Будем убираться. У нас тут, конечно, вообще, у меня тут эпический уголок. Масло. Я здесь работаю. Я, когда работаю, я вбок убираю, но не убираю из комнаты. Потому что мне туда-сюда все это ставит. Слишком много времени отнимает. Я-то не успею работать, пока ребенок спит. У меня тут о поговорить наука. Очень мне нравится у Шихмана эта рубрика. С разными научными деятелями она там общается. Так, сейчас снимаю, потому что эти крючки я только повесила, примерила, где они будут. Надо, чтобы они закрепились на стене, а то все это упадет. Вот эта палитра вообще мокрая. Ну что, накрутила я себе всю голову. Вот с полосками в одну сторону закручивает локон, без полосок, с противоположных. Их можно либо от лица к лицу направлять, либо через одну. Я просто через одну хаотично это сделала, чтобы было более натурально. Мои волосы в принципе не поддаются никакой накрутке, ни на плойку, ни на щипцы. У меня сразу же все кудри опадают, и прямые палки остаются. Ну что, вот такие они получаются. У меня не совсем они досохли. Со стайлинговыми средствами были бы, конечно, они более завитые. Вот они, пружиночки. Вот я их расчесала сейчас расческой хорошенечко. Они сначала пушистые были, сейчас уже они потихонечку вот подают. Я их специально сейчас сразу решила расчесать, чтобы как барашка не идти. Здесь такие вот локоны получаются. А сейчас они еще подсохнут, я их еще расчешу. Вот они крупные, реально как на плойку. Если вы будете думать, как там, куда завиток, именно от лица крутить, будет вообще один в один, как на плойку. Мне нравится, что переходы очень мягкие. Вот смотрите, например, кудря. Она абсолютно плавно от моих волос в зону завивки переходит. То есть нет заломов. Но вообще крутая штука так-то. Можно их еще расчесать, но я думаю, они и так опадут. Посмотрим, что там от них вообще останется. Что-нибудь к вечеру. Вот этих завитков. Они, кстати, обратно подсобрались. Я их расчесала, они выпрямились. Сейчас опять пружинками подсобрались. При том, что они на ощупь прям влажные. Если досушить, будет еще лучше все это держаться. Это Чи для волос. Инфузия шелковая. У меня она закончилась. Взяла опять. Что-то у меня от Дайсона стали гораздо хуже волосы. Сухие стали. И они прям после сушки такие более сухие, запутанные. И, короче, Дайсон не советую. Я потом отдельное видео сниму. Про все Дайсоны. Мое мнение. Будет такой обзор. Это мой самый-самый любимый лосьон для тела. Я вообще, в принципе, их не использую. Но ничего для кожи. Ни скрабов, ни лосьонов. Ну, конечно, надо бы. Уже в возрасте моем можно. Это после того, как я обгораю. Вот эта вещь великолепная просто. Великая вещь. Как бы я ни сгорела, я мажусь этой фигней. Утром отличная кожа и вообще не облезает. То есть можно сгорать все лето. И ничего не будет облезать. Вот я взяла себе как лосьон для тела. И заодно, если вдруг я решу позагорать, чтобы можно было этим намазаться. Чи. Вот такую малюсенькую я беру. Потому что ее хватит на много лет. То есть вот эта вот одна штука. У меня она была год три, наверное. Потому что я по очереди то ей, то керастаз эликсирультем пользуюсь. Для кончиков. Вот эту штуку можно использовать. Только на мокрые, влажные волосы наносить. Ни в коем случае не на сухие и почти сухие. Не наносите. Сожгутся нафиг. То есть надо именно на мокрые нанести. Она защищает и от воздействия термического, и в принципе делает лучше волосы. В чем ее смысл? Она к себе притягивает влагу и ее удерживает внутри волос. Потому что если вы нанесете ее на сухие волосы, она вытянет эту влагу из ваших волос и сделает их суше. Поэтому используйте все, как надо это использовать. Читайте инструкцию, чтобы не говорить потом, что плохое средство было. Потому что важно именно знать, как его использовать. Штука крутая. В принципе, кераста с Алексеем Ультим. И вот эту я все время чередую. Решила попробовать скраб для волос. У меня очень сухая кожа головы. Она прям стягивается. Надо что-то с этим делать. Когда сухая кожа головы, скажите, пожалуйста, посоветуйте, кто знает, что с этим делать. Вот решила попробовать скраб. Масла, конечно, можно масла. Но я уже так обленила, что я ими не пользуюсь. Хотя, по идее, масла, конечно, увлажнят. А взяла себе попробовать автозагар. Как раз для него, в том числе, я взяла вот этот топ для купальника. Такую плоскую черную полосу, чтобы удобно было себя обмазывать. И след как от купальника оставался. Я вообще лет 10, наверное, не пользовалась автозагарами. Никогда. Но я такая бледная поганка. И на улице не люблю находиться долго. А на яме на солнце. Поэтому я лучше сделала автозагар, чем буду себя жечь. Тем более, у меня и родинки появляются, и все. Лучший из всех, что я пробовала автозагаров. Поэтому вот этот взяла, который... А, это Dark. А у них есть, наверное, посветлее. Блин, я, походу, делал самый темный взяла. Ну, посмотрим. Попробую, если будет слишком темный. Темный – это неплохо. Плохо, если он будет оранжевый. Потому что Сан-Тропе стал оранжевым. У меня есть, кстати, видеообзор на разные автозагары на канале. И там вот прямо исчерпывающе показано. Вот, что было в этой коробке. Варежка. Собственно, как и в тот раз. 10 лет назад все то же самое. Отдельно вот эта штучка. Отдельно вот этот разбрызгиватель. И черные перчаточки две. В которых сначала их одеваем, потом варежку. Потому что если сразу варежку одеть, все ручки будут у нас оранжевые. Тут уже распаковала это H&M. Кое-что заказала. Заказала зозочке платья. Почему-то мне прислали два одинаковых. Видимо, я так случайно кинула. Но они недорогие. И мне очень нравятся. Это наша самая любимая модель. Мы просто без скида. Она у нас есть во всех цветах уже. Но я подарю нашей подружке. А не ровеснице. Как раз на ее возраст пойдет такая же. Такое же платьице. Под него взяла вот эти трусики. Ну, это такие шортики девчачьи. Типа бабушкиных панталонов 50-х годов. Желтенькие или с лимончиками. И точно такое же платьице. Вот в таком расцветке. Зузи пойдет. Ей идут такие контрастные цвета. И желтенькие ей идут. У нас еще и голубенькая есть. И красненькая. Но она совсем из другой ткани. Красная более так дорого выглядит. Верх от купальника еще черный. Заказала H&M. Безлямочная такая полоса просто на грудь идет. Для того, чтобы загорать в нем. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Желаю всем отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока.